Население Юго-Восточной Азии составляет около 8% от всех жителей планеты и отличается довольно большим культурным, языковым и генетическим разнообразием. Но подробности историй заселения и миграций долгое время были не ясны. Однако благодаря последним исследованиям детали постепенно начинают проясняться. Вопреки тому, что из-за климатических условий древняя ДНК плохо сохраняется, ученым все же удалось получить геномы от 18 жителей макрорегиона, которые жили в промежутке 4100-1700 лет назад, от неолита до железного века. Стоит отметить, что всего было раскопано 146 человек и лишь каждый восьмой смог поделиться своей ДНК. Со времен культуры Яншао из долины средней части желтой реки Хуанхэ и более поздней культуры Саньсиндуй в современном Китае началось распространение рисового земледелия из восточной в Юго-Восточную Азию, где население состояло в основном из охотников-собирателей. Десятки тысяч лет спокойно себе жили охотники и собиратели в Юго-Восточной Азии, но так и не научились земледелию самостоятельно. В результате к ним пожаловали гости из южных районов Китая и не только. Самые старые останки из неолитической стоянки Манбак в 100 километрах от Ханоя, дельты Красной реки или Хонха на севере Вьетнама, демонстрируют смесь южно-китайских земледельцев и местных охотников-собирателей, тесно связанных с жителями Южной и Центральной Азии, что характерно для носителей австро-азиатских языков. Находки из Манбак представлены украшенными кончарными изделиями и нефритовыми украшениями, очень схожими с теми, что были найдены на ранних рисовых полях в Китае. А похожий генетический коктейль наблюдается и в других уголках Юго-Восточной Азии, что свидетельствует об экспансивном первоначальном распространении австро-азиатских языков. А находки во Вьетнаме, Мьянме, Камбодже и Таиланде сигнализируют о дополнительных миграциях в бронзовом веке из Южного Китая. В целом, картина заселения и миграций довольно сложна и требует более масштабных выборок, но первые шаги в этом уже сделаны. Выводы ученых базируются на археологических данных из следующих источников. Первый. Неолитическая стоянка Манбак на севере Вьетнама. Это один из наиболее тщательно проанализированных археологических объектов Юго-Восточной Азии, возрастом 4100-3600 лет. Второй. Банг Чианг. Это участок археологических раскопок останков поселения Бронзового века, возрастом 3500-2400 лет, на северо-востоке Таиланда, провинции Удон-Тхани. Третий. Нуинап. Археологический объект Бронзового века, провинции Тханьхуа, Вьетнам, возраст 2100-1900 лет. Четвертый. Кладбище Бронзового века, возрастом 3200-2700 лет, обнаруженное археологами в Секайне, административном округе Мьянмы, на северо-западе страны. И пятый. Кладбище Железного века в Аткамноу, в районе Ангхкор-Борей. Это район, расположенный в провинции Токео на юге Камбоджи, возраст 1900-1700 лет. После чего ученые сделали выборку из 350 библиотек секвенированных геномов следующего поколения, полученных из височной кости 146 человек. Но из-за плохих условий хранения в тропическом климате, удалось создать выборку только из 102 наборов данных. В выборку для сравнений вошли следующие народности и этнические группы. Ами или Панцах и Атаял, аборигены острова Тайвань. Борито, жители индонезийской территории, острова Калимантан. Хань, самая многочисленная на планете, этническая группа из Китая, около 19% от всего населения Земли. Дайцы, группа тайских народов юго-запада Китая, северо-Таиланда и северо-запада Мьянмы. Этническая группа Тхай, из Таиланда и Лаоса, Кинь или современные Вьеты, основные жители Вьетнама. Лаху, народ из южной части современного Китая, Мьянмы, северных районов Вьетнама, Лаоса и Таиланда. Лаулум, Лаутенг и Лаусунг, народы Лаоса. Мяо или Хмонги, это группа народов из южного Китая, северных районов Вьетнама, Лаоса, Мьянмы и Таиланда. Млабри, исчезающая этническая группа охотников и собирателей из Таиланда и Лаоса. Падаунг, народ группы Каренов, проживающий в Мьянме и Таиланде. Насси, народ из предгория Гималаев в Китае. Никабарцы, коренные жители Никабарских островов и жители южной Суматры Семенди. Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что первыми земледельцами в материковой части Юго-Восточной Азии были носители протоавстроазиатских языков из Южного Китая. А неолитические жители Манбака представляют собой промежуточные популяции между местными более древними охотниками-собирателями, народом Онги из Андаманских островов, коренных папуасов и жителями Восточной Азии. Что объясняется тем, что мигрировавшие земледельцы из Китая уже несли в себе до 30% родословных охотников-собирателей, или из Китая, или из Юго-Восточной Азии. Возможно, смешивание этих народов было еще до возникновения фермерства. Помимо этого, отмечена еще одна смесь на протяжении длительного времени между народами, говорящими на тайских и австроазиатских языках. В целом, прослеживается также значительный рост генетического разнообразия между неолитом и бронзовым веком во Вьетнаме, из-за нового притока выходцев из Китая. А на границе между этими периодами у ранних жителей Мьянмы не наблюдается австроазиатских примесей, к ним ближе популяции, говорящей на синто-тибетских языках. Что может указывать на независимое восточно-азиатское происхождение жителей, в том числе и в современной Мьянме. А за пределами материковой части Юго-Восточной Азии наблюдаются смешивания с австроазиатской линией, связанной с Индией, Калимантаном и Суматрой, где все языки австронезийские, как и в Малайзии. Также некоторые связи с папуасами и никобарцами в плане языков родства поддерживают ранние генетические результаты заселения островов Западной Индонезии людьми, имеющими австроазиатские корни, о чем уже упоминалось на канале. В целом, картина в Юго-Восточной Азии очень напоминает события, которые происходили примерно в одно и то же время почти по всей территории Евразии. А языковые ребусы напоминают сложности с индоевропейскими языками. На этом не прощаюсь. Благодарю за внимание. Не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал.